Вы прочитали статью, и теперь наша задача разобраться с тем, как, собственно говоря, посмотреть внимательно, как, собственно говоря, делаются эти ссылочки, якорные ссылки. Давайте зайдем в запись. Она еще не опубликована у меня, она в виде чернавика. И мы с вами сейчас посмотрим, как это, всю информацию, которую я писала в статье, как я ее делала. Итак, вот она, запись. В этой записи, если мы зайдем сюда, вот в текст, то первый пункт мы с вами делали перелинковку, переброс, так сказать, якорную перелинковку внутри одной и той же статьи. С чего мы начинали? Первый пункт, это нужно было сделать обязательно сам якорь. Вот он, этот сам якорь. Вот это открывающий тег. Ссылка, идентификатор. Внутри нее стоит атрибут name. И номер этого идентификатора. Я взяла цифру 7. Обычную цифру 7. И рядышком я поставила закрывающий тег ссылки. Значит, первую ссылку, которую мы знаем с вами, это ссылка, внутри открывающего тега, который стоит атрибут, который называется гиперреферальная ссылка. Это обязательный атрибут внутри открывающего тега. А внутри ссылки идентификатора стоит атрибут name. Вот мы этот name здесь с вами поставили. Если мы сейчас зайдем в визуально, то мы увидим с вами вот здесь, перед словами, а зачем нам это надо, то есть туда, куда я решила отправить своего посетителя, стоит вот такой якорек. Вот он, этот якорь мы с вами сделали. Теперь нам нужно сделать, показать анкор. Тот анкор, ту, вернее, ту часть текста, которую мы сделали анкором, для того, чтобы отправить человека туда, вот на этот пункт первой моей статьи. Вот посмотрите, вот эта часть. Вот анкор, текст анкора, пункт номер 1 моей статьи. То есть я в предложении писала, теперь давайте проверим. Я создала такую ссылку на пункт 1 моей статьи. Вот этот анкор, этот текст в виде анкора, я заключила в открывающий тег гиперреферальная ссылка. Но видите, куда эта гиперреферальная ссылка ведет? Она ведет на идентификатор 7. То есть я пишу обыкновенный атрибут, гиперреферальная ссылка, но внутри этого атрибута я пишу решетка и идентификатор 7. И закрывающий тег, который закрывает тег, анкор этого текста. Итак, давайте посмотрим с вами, что у нас здесь визуально получилось. Визуально мы увидим с вами, что вот пункт 1 моей статьи стал ссылкой. Если мы глянем на просмотре здесь, то найдя вот эту ссылочку, вот он, пункт номер 1 моей статьи, вот я по ней кликаю, и внимательно сейчас следите, куда я попадаю после того, как я кликну на эту ссылку. Кликаю, и видите, куда меня перебрасывает? Перебрасывает на начало пункта номер 1. Второй момент, на который мы должны обратить внимание. Это момент, второй случай, тогда, когда у нас перенаправление посетителя идет в рамках блога, не в рамках страницы, а в рамках блога. Для того, чтобы понять, как это сделать, первое, что мы делаем с вами, это мы делаем с вами якорь. Я собираюсь сделать это на странице правильно, создаем анкор ссылки, пункт 1. Захожу на эту статью, перехожу в ее редактирование и нахожу пункт, куда я хочу, чтобы попал мой посетитель. Вот он, этот якорь. Вот он получился. Здесь этот якорь, его видно здесь. Давайте зайдем во вкладку «Текст» и посмотрим, как этот якорь сделан. Вот он. Значит, вот перед тегом «ли» я поставила идентификатор под цифрой 8. Опять, видите, открывающий тег ссылки идентификатор, то есть внутри открывающего тега стоит атрибут name и номер 8. И сразу же установлен закрывающий тег ссылки. После того, как я это все сделала, я опубликовала, обновила эту статью. И если мы посмотрим визуально, то мы видим вот здесь якорь. Если мы посмотрим запись, давайте вернемся на нее, то мы этого якоря здесь не увидим. Вот он. Здесь вот должен быть стоять якорь. Теперь я беру ссылку отсюда. Вот адрес этой статьи. Выхожу в редакцию своей странички. И вот эту, этот текст, вот этот анкор, я делаю ссылкой на эту страницу. Давайте посмотрим, как это делается. Вот она, эта ссылочка. Вот, посмотрите, вот открывающий тег. Вот он. Ссылки. Она уже здесь с постоянным атрибутом гифер-реферальная ссылка. Внутри этого атрибута стоит ссылка на страницу. Вот она, эта ссылка на страницу. И через слэш поставлено идентификатор. Решетка 8. И текст анкора мы закрываем закрывающим тегом. Если мы посмотрим визуально, то вот она, эта ссылка у нас с вами получилась. Давайте посмотрим на просмотре эту ссылку. То есть, вот мы спускаемся сюда. И вот ссылочка. Правильно создаем. Анкор ссылки. Пункт 1. Я кликаю на эту ссылку. И посмотрите, куда я попадаю. Вот здесь немножечко портал закрывает. Но если я немножко подниму, вот видите, вот он, пункт 1. То есть туда, куда я, собственно говоря, и хотела отправить человека. Давайте посмотрим. Вот она, эта статья. Правильно создаем. Анкор ссылки. Вот так делается якорная перелинковка вашего блога. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина.